Вы знаете, детство не бывает тяжелым. Воспоминания всегда самые замечательные. Только выглядываясь назад и сравнивая, разумеется, там, скажем, Владимир Владимирович говорит, что ему в детстве дали шоколад. И он вышел и хвастался там. Во дворе? Во дворе, что он шоколад ест. А у меня не было даже конфет. Витя, не надо так торопиться. И потом для рыбы есть специальный нож. Я же обы. Какой? Астолоп, все утро тебя учила. Что подумают про тебя наши гости? И там, где мы жили на трамвайной... За что получил? Он получил, да, по шиям за это. Но у нас на трамвайной остановке была женщина, которая торговала конфетами рядом с моим домом. Я с ней очень подружилась в надежде, что она, может быть, меня угостит конфеткой. А она никак не догадывалась. Она думала, что я с ней просто так дружу. И однажды, когда она отвернулась, я конфетку у нее украла. Я бежала и больше никогда с ней не дружила. Потому что мне казалось, что она заметила из этого огромного... Знаете, совком набирают, значит, там, в кулечек. И дальше я, когда пробегала мимо, она мне говорила, «Верочка, почему же ты мимо меня теперь бежишь? Мы же с тобой так дружили». У нее уши были красные. Мне казалось, какой кошмар, какой кошмар. И вот вспоминаю это, я, конечно, понимаю, что, конечно, видимо, это, глядя со стороны, ты понимаешь, что да, Кань, бедный ребенок, вот он был лишен сладкого. Может быть, и ничего? Потому что сладкое, которое я приносила в дом, мы прятали. И Юля находила в любом месте, где это было спрятано, и сладкого ела очень много. Так что, может быть, и ничего, что было так трудно. Ну, вы, я знаю, воровали у мамы деньги на мороженое. То есть вы просто рецидивист такой малолей. Я стащила. Мы, наконец-то, мне открыли глаза у тебя, посмотрели. Хорошая жизнь. А на воровке, может быть, да? Я там кое-что, конечно, скрыла. У меня кое-что пропадает. Да, вот. Если пропал робот, то это в мире на мороженое. Да, да. И конфетки, думаешь, куда пропадают до сих пор в доме? Нет, конфетки я уже знаю. Вы знаете, было достаточно маминых слез однажды, чтобы это прекратилось. Дважды я ее стащила по рублю. И когда она на вторую, а денег было так мало, что, конечно, рубль, это было заметно. Она ведь плакала не потому, что я стащила, а потому, что она не могла мне купить мороженое. Да. Но я это сразу поняла, что она плачет именно из-за этого. И все, больше-то, конечно, никогда не было. Мне ничего не надо. Я вам обещаю, что никогда ни о чем вас просить не буду. Удивительная история, да, что у Валентина Михайловича и у вас, Валентина Михайловича, папа и у вас. Когда вы это выяснили, вы же никогда познакомились с студентами, начали с того, кстати, моему папу зовут Валентина Михайловича. То есть это же в какой-то момент выяснилось. Сначала мы ответили, что мы оба Валентина Михайловича. Так, ну это понятно. И что это знак судьбы. Это судьба. Я это знаю. И ты это знаешь. Он долго настаивал на том, что это знак судьбы. Я сопротивлялась ему, когда выяснил, что еще и Михайлович. Вы поняли, что вот это вот, это оно. Я быстренько проверил, мы не можем ли мы быть братом и сестрой. Вроде нет. Это не совпало. Хотя, в общем... Близко. Близко, да. Архангельск, Север. Проходили, да. По-соседски, да. Рядышком. Там не было никакого события. Вы помните, когда вы первый раз увидели любовь в своей жизни? Помню. Я скажу. Лаконично. Лаконично. Вспоминать не хочется. Я все помню, но не раскадровываю. Расскажи, как это было. Замечательно, извините, что перебил. Она была, можно сказать, писаная русская красавица. Она и осталась. Слово, была. Да. Оскорбительная, конечно. Я добавляю подробность, которая меняет тебя в моих глазах, с длинной русой косой, которой она на первом же курсе, по-моему, отряда. На втором. И покрасилась в рыжий цвет. Случайно. Потому что я попросила в медный цвет меня покрасить. Я думала, что медный, это бронзовый. И когда он меня покрасил, это был старый еврей, который... Я сказала, что вы мне сделали, как же вы меня покрасили? Он достал медный пятак и сказал, это медь. Так что ты хочешь, девочка? Он меня покрасил в этот цвет. И таким образом я ходила, у меня вылезли все яснушки, которых не было. Вылезли. Я проходила так. Больше я, надо сказать, не стриглась никогда до Москвы. Ну, короче, она отмахнула себе эту косу. Но я даже не смотрел... Не посоветовываешься? Не смотрел, какой там или чем сильно разочаровала. Но все равно не окончательно разочаровала. Я не заметила разочарования. Я так понимаю, что вы сперва, ну, как бы, дружили. В какой момент вы поняли, что подкатывает конкретно человек? Дружили, дружили, потом целоваться стали. Подойди к тете и поцелуй ее. Тетя Тамара очень даже хорошая. Вот Александра Дорохина, однокурсница, Ух ты! Передала вот такую фотографию. Не видели, да? Ты знал такую фотографию? А где я думаю? Мать, видишь? А тебя-то-то и нету, да? На этой фотографии? Она без меня ходила. Перед Валентином, а вы там кого-нибудь узнаете помимо себя? Да, я себя сразу узнала. Рядом Димочка, это вот тот самый Димочек, который нам все-таки денежку дал. На шампанское. Да, на шампанское. И это было счастье, что вообще нужны свидетели, потому что когда вот мы поцеловались, открыли шампанское, в моей голове была только одна мысль, что у нас нет ни единой копейки за это шампанское. Мы в ЗАГС приехали на трамвай. Правда, правда. Потому что мы все отдали ребятам. Иннокентий Иванович, согласны ли вы взять в жены гражданку Соединенных Штатов Америки Каэрл Абзац? Ну а ты чего? Я тогда сюда пришел. И Димочка увидел, что у меня в глазах ужас. И он сказал, не волнуйся, у меня есть пять рублей. И это было счастье. Там еще Владимир Иванович заказывал фотографии. Значит, вот эту, эту и эту. Там все фотографируют. Потом ему в счет подали. Он сказал, да, ну тогда может быть только вот эту, эту, эту и эту. Ему опять счет. Он говорит, тогда вот эту и эту. Все. У нас есть две фотографии. Вот одна из них. Парадокс. Достойный пера романиста. Вот оно. Да, вот оно. Запечатлено у нас в монохроме. Эти снимки мне делал, между прочим, замечательный оператор Алексей Родионов. Это вот эта отличная фотография, когда мы там на тахте втроем. Вон она стоит. Да, мы старались делать. Ну, часто в такой вот позе. Угу. Это он придумал. Около года, Юля. Да, Юльке 10 месяцев. Это следующее лето. Мы поехали, по-моему, в Останкино, и там фотографируемся. В парке. Вот где вы заранули. У мое сердце. Телевизионное, да. Будущее было определенное. Телевизионное. Басылу-то когда? Здравствуйте. С вами программа «Я сама» и Юлия Меньшова. Я понимаю, что все трое, да, они актеры, хорошие актеры. Но вот здесь же, наверное, никто же не играет, не изображает. Как же нет? Вера Валентиновна, смотрите, как изображает. Это все. Хозяйка, я могу сказать. Улыбка неискренней. Что за автомобиль? Автомобиль – это первая «Волга», значит, наша. Наверное. Я думаю, да. Вот эту одежду, помню, что мама в такой одежде была в советском экране. У нее была такая жилеточка и такая же была юбочка. И вот так ты разрываешь там письма. Мне кажется, может быть, это было советское экран. Да, это после «Носква слезам не верит», я думаю. Вроде как вчера было. Говорят коллеги недобрые, если они вообще бывают добрыми, что статуэтку Оскара на Никина какой-то вам ее дали с тем, чтобы вы потом за кулисами ее вернули. А Меньшов-то ее на сцене взял, так с ней и уехал. Ах, вы и это знаете. Что ж вы за проныр? Это злые такие говорят. Он на сцене попросил разрешения уехать с ней. А, он попросил таки, да? У зала, у масс. Я не видел этого Оскара ни разу. То есть статуэтку, в смысле? Свою он имеет. Я понимаю, да. Привез Атташе по культуре, передал в министерство. Министр никогда не обнаружил, что статуэтка стоит у него. У него там была комната отдыха, у министра. Скорее всего, там она и стояла. А когда началась перестройка, стали меняться министры один, я понял, что я его потеряю вообще. Там кто-нибудь из министров, наконец, возьмет его домой, чтобы не пропало, а потом попробуй его найти. И вот как раз Гусман придумал, если не ошибаюсь, в 89-м году. Первая Ника. Первая Ника, да. На которую он придумал сделать вот это мне вручение этого Оскара. Мне сказали, дадут, и сразу за кулисами мы у вас заберем. Я говорю, ну, разрешите мне, чтобы он переночевал у меня. Переночевал все это? Зал сказал, да, и я под это дело ушел, рассчитывая не возвращать. И хорошо сделал, значит, конечно, бы его где-нибудь... По музей кино его хотели куда-то строить. На чьей-то даче бы кололи орехи. А почему не поехали сами? Потому что... Потому что был невыездной. А невыездной-то почему? Когда я, наконец, добился ответа на этот вопрос, он состоял из того, что... Вот вы говорили, что во Франции, что у них... Он состоял из того, что двое людей написали на него донос. Вот из чего он состоял. Никогда не пытался выяснить, кто это накатал на меня. Субтитры сделал DimaTorzok